Быстро схватить детей и покинуть свой дом. Налегке, без вещей и документов. Иркутская область переживает страшное наводнение, уже унесшее жизни более 20 человек. Сейчас в регионе объявлено чрезвычайное положение. Затопило почти 7 тысяч жилых домов. На помощь пострадавшим от наводнения бросилась вся Россия. В Химков фойе театра «Наш дом» организовали пункт для сбора вещей. Жители Химок активно откликнулись на призыв о помощи. Прошло всего лишь 4 часа, а коробки с вещами уже некуда ставить. Сортируют вещи волонтеры, которые отделяют детские вещи от взрослых. К часу дня таких коробок собрали уже полторы сотни. Одежда, обувь, предметы гигиены, спальные мешки, полотенца, школьные принадлежности, хозяйственные товары. Все с бирками или почти неиспользованное. В первую очередь мы сейчас будем сортировать то, что относятся к новой вещи. Обязательно посуда, постельное белье, постельные принадлежности, химия. То, что позволит обеспечить первоначальные вот такие бытовые потребности. И, конечно же, сегодня я хочу искренне поблагодарить от имени администрации городского округа, конечно, наших жителей за их чуткость. Уже в первые часы работы пункта сумки с гуманитарной помощью принесли около 50 человек. И это только те, кто зарегистрировался. Многие просто приносили вещи, оставаясь анонимными. Среди неравнодушных Надежда Обухова. Рассказывает, у нее четверо детей, вещей много, есть чем поделиться. Сегодня я здесь не только от себя лично, но и от своих любимых, близких и друзей, которые тоже поучаствовали. Я ездила к ним, кто-то приезжал ко мне, приносил вещи. Мы, конечно, всей душой болеем из Иркутской области. И то, что случилось там, это ужасно. И мы очень хотим помочь тем, чем можем. А это именно поделиться вещами, обувью, одеждой, посудой. Все это я сегодня и принесла. После отправки первой партии последует новый сбор. Время и место пока уточняют. Если вы хотите помочь нуждающимся, по всем вопросам можно обратиться в общественную палату городского округа. Ксения Брагина, Дмитрий Бадыров, Служба новостей.